Друзья, привет! Сегодня в обзоре Техно Спарк 20 Pro Plus, смартфон из недорогого сегмента. Вообще, обзор на него должен был выйти раньше. Более того, уже сменилось поколение, однако версии Plus новой генерации пока нет. И знаете что? Сейчас самое удачное время для покупки этого Спарк 20 Pro Plus, потому что он изрядно подешевел и остается очень интересным смартфоном в своем сегменте. У него большой классный экран, отличная камера, стереозвук, продвинутая оболочка и много чего еще. Будет интересно, давайте начинать. Поставляется смартфон большой коробки с указанием названия модели. Сзади указаны основные характеристики, а кроме того, есть пломба. Открываем коробку и сразу видим бумажный кейс. Он весистый и не просто так. Внутри находятся документы, силиконовый чехол, защитное стекло и даже салфетка для защитного стекла. Вы когда-нибудь видели стекло в комплекте? Я пока не встречал. Под кейсом находится сам смартфон. Еще ниже расположена скрепка, также здесь есть кабель USB Type-C и, конечно, блок питания мощностью 33 Вт. Пока это самый навороченный комплект, который я встречал. Чехол силиконовый, прозрачный, качество привычное, то есть хорошее. Как минимум на первые несколько месяцев его будет достаточно, а дальше сами решите, нужно ли менять чехол на другой. Если говорить про дизайн, Spark 20 Pro Plus выделяется среди одноклассников и при этом легко запоминается. Задняя часть корпуса сделана матовой, за исключением полосы верхней части, она глянцевая и с рисунком. Модуль камеры круглый и крупный, рядом с ним расположилась мощная вспышка. Сам корпус пластиковый. Боковая рамка глянцевая и мне такое решение не очень нравится по той простой причине, что она собирает любые отпечатки пальцев. С другой стороны, рамка тонкая, ведь и задняя крышка и дисплей получили заметное закругление. Знаю, что многим пользователям такое решение не нравится. Однако смартфон лежит в руке отлично даже при крупном дисплее диагональю 6,78 дюйма, тем более что толщина корпуса составляет всего лишь 7,6 мм. Просто для сравнения. Tecno Common 30 с экраном такой же размерности на фоне Spark 20 Pro Plus ощущается почти лопатой. А все потому, что у него прямые боковины. На верхней грани находится динамик и микрофон. Справа кнопка включения и клавиша регулировки звука. Снизу слот для сим-карт, микрофон, порт Type-C и динамик. Слева нет ничего, за исключением скола, который смартфон получил при падении. Но тест пройден на отлично, проблем нет. Лоток рассчитан только на 2 сим-карты. Поддержки карт памяти нет. Зато заявлена защита от пыли и влаги IP53. Это защита от капель, поэтому лить воду на устройство нельзя. Что насчет расцветок? Всего их 4. Черная орбита, как у меня, белая луна, золотая звезда и зеленая планета с эко-кожей сзади. Черная орбита, как у меня, которая скорее графитовая, самая скучная, на мой взгляд. Если вы видели младшую версию смартфона, которая называется Spark 20 Pro без плюса, то наверняка знаете, что в ней используется IPS-матрица. Плюсовой версии компания решила использовать AMOLED. Его диагональ 6,78 дюйма, разрешение 2436 на 1080 точек, частота мановления до 120 Гц, шим 2160 Гц, максимальный уровень яркости в автоматическом режиме до 1000 нит. В яркий день с чтением информации с экрана проблем нет. Это хороший запас яркости. В целом качество матрицы хорошее. Из коробки цвета холодные, в настройках можно изменить цветовую температуру. Есть режим защиты зрения. Частота обновления по умолчанию работает в автоматическом режиме. Принудительно можно установить всегда 60 Гц или всегда 120 Гц по возможности. Разумеется, есть Always On Display. Выключается через несколько секунд после включения. Для активации необходимо поднять экран или тапнуть по нему. Настройка вывода информации предостаточно. Можно использовать даже живые картинки или регулировать яркость данных. Использовать AOT постоянно, то есть без отключения вовсе, нельзя, такой функции нет. В некоторых случаях вокруг фронтальной камеры возникает так называемый динамический порт, то есть аналог динамического острова. Например, он появляется во время зарядки. Рамки вокруг дисплея для недорогого смартфона тонкие и практически симметричные. Чуть шире нижняя рамка, но чтобы это заметить, надо присмотреться. На экране никакой защиты из коробки нет. Защитное стекло есть в комплекте и клеить его надо самому. Неудобно, но да ладно. Наклеим сами. Одна из особенностей дисплея – это шим с частотой 2160 Гц. И действительно, коэффициент пульсации низкий при любом уровне яркости и не превышает 15%. Сканер подэкранный, а не боковой. Скорость разблокировки высокая. Точность отличная. Здесь никаких претензий. Доступно три эффекта разблокировки. Возможно, в будущем их станет больше. А пока вот так. Если еще не так давно Spark 20 Pro Plus стоил по 20 тысяч рублей, то сейчас его можно найти за 15 тысяч. А мне смартфон обошелся еще дешевле благодаря скидке. Хотите покупать смартфоны со скидками? Заходите в нашу скидочную телегу и подписывайтесь. Там много интересного. Ссылка под видео. По железу все предельно просто и ясно. Набивший оскомину чип Mediatek Helio G99 Ultimate, видеочип Mali-G57, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 встроенной во всех версиях. Не подумайте, я ничего против процессора G99 не имею. Просто он ставится в огромное количество смартфонов. Память не самая шустрая, но и не самая медленная. LPDDR4X оперативная и UFS 2.2 встроенная. В Antutu смартфон выдает более 400 тысяч баллов. Троттлинг тест на 30 минут показывает, как все замечательно. Пробуем смартфон в реальных условиях, а именно запускаем игры. Танки Блиц. С оптимизацией полный порядок, как и всегда. Установлена средняя графика, скачена HD текстуры, средний FPS около 100. Если поставить высокую графику, FPS хоть и упадет, однако проблем с игровым процессом не будет. PUBG. Сразу ставим средние настройки графики и получаем порядка 35 FPS. Если нужно поднять FPS, используйте низкую графику. Прибавка будет. Порядка 40-45 FPS. Мы уже не раз выясняли, что в Genshin Impact данный процессор позволяет играть без особых трудностей. Однако придется использовать минимальные настройки графики. Средний FPS 25-30. Увы, в боях с противниками иногда могут возникать очень серьезные просадки FPS и, соответственно, неприятные лаги. Это нормально для G99, поэтому удивляться не стоит. Остается только подождать, когда частота кадров придет в норму. Вывды по чипсету стандартные. Он не игровой, но тянет даже производительные игры на низкой и средней графике. Нагрев корпуса незначительный. Оболочка фирменная HiOS на базе 14-го андроида. Я про нее рассказывал в обзоре Technocaman 30. У нее приятный интерфейс, высокая скорость работы, хотя лаги все же встречаются, неплохие эффекты. А главная особенность – это множество всяких функций, которые уже встроены в оболочку. К примеру, вы хотите включить фонарик. Нажав на иконку с фонариком, он включится. Но если нажать на название иконки, вы сможете включить основную вспышку, фронтальную или даже обе сразу. Если вы переживаете, что покатые боковины экрана будут слишком яро реагировать на прикосновения, поиграйте с настройками. Само собой, есть автоматическая запись звонков, причем без предупреждения, что является огромным плюсом оболочки. Да и настройок звонилки предостаточно. Имеется множество настроек работы с окнами, включая уменьшение окна или его минимизацию. А вот настройки создания скриншотов. И подобных функций огромное количество. Но некоторые из них работают не идеально. Так, при смене обоев мы не видим, как они будут смотреться с иконками на рабочем столе, как это реализовано в других оболочках. Впрочем, это все мелочь на фоне такого широкого функционала. Вибромотор ничем особенным не выделяется, есть настройки в системе. К голосовым звонкам претензий не возникло, абоненты слышно хорошо. Датчик приближения виртуальный, срабатывает только в вертикальном положении. В целом работает нормально, у меня проблем не было. Камера состоит из двух модулей, если не считать третий датчик разрешением всего 0, 0,08 Мп. Основной модуль, популярный Samsung iCM6 разрешением 108 Мп, а также макромодуль разрешением 2 Мп. Оптическая стабилизация ожидаемо отсутствует, а вот отсутствие сверхширика может неприятно удивить. Камеру настроили очень и очень неплохо. Снимки имеют хорошую резкость и детализацию, неплохую цветопередачу, динамический диапазон неплох. По краям кадра резкость не идеальна, а некоторые изображения немного пересвечены. Но не забываем, что перед нами недорогой смартфон за условные 15 тысяч рублей, поэтому придираться сильно не будем. Если говорить в целом, за свои деньги снимки получаются достойными. Фотографии в помещении уже не так хороши, но все еще приятные. Смартфон стоит держать крепче в руках, потому что оптической стабилизации нет, и смаз получить проще простого. Ночные фотографии понравились. Главное – использовать ночной режим фотосъемки, который заметно подтягивает детализацию и четкость. Да, при этом ночной режим делает фотографии светлее, но незначительно. Оригиналы фотографии по традиции расположены в основной телеге. Ссылка под видео. Фронталка получила разрешение 32 Мп. Из плюсов – детализация и скинтон. А вот чего не хватает, так это объема и контрастности. Максимальное качество записи видео – 2К и 30 кадров в секунду. Качество видео в целом хорошее, включая детализацию и цвета. Заметны пересветы, а еще очень не хватает электронной стабилизации, которая есть в режиме Full HD 30 кадров. Именно это видео вы сейчас видите на экране. Следом – видео в 2К. 2К, 30 кадров в секунду. Есть кнопки зума. 3Х и единица. Картинка вроде бы неплохая. Посмотрим потом на видео. Емкость батареи 5000 мАч. Блок питания получил мощность 33 Вт. За полчаса получил зарядить Spark 20 Pro Plus до 53%, а до 100% за 86 минут. Рассчитывать можно на 6 часов работы экрана, и это ожидаемые цифры. В игровом процессе разряд куда быстрее. За 1 час смартфон теряет до 20 и даже до 25% заряда в зависимости от игры. Звук стерео. Роль второго динамика выполняет разговорный, при этом сверху есть отверстие. Для чего? Судя по всему, для красоты. Эффекта я от них не заметил. Качество звука хорошее для своего класса. Как я говорил в начале обзора, сейчас самое время для покупки Tecno Spark 20 Pro Plus, потому что он изрядно подешевел вместе со сменой поколений. При этом предлагает отличный набор качеств. Он тонкий и симпатичный, получил качественный дисплей с хорошим запасом яркости, обладает неплохой платформой, у него много встроенной памяти, приличная для сегмента камера, есть стереозвук, продвинутая оболочка, шикарная комплектация, быстрый сканер и модуль NFC. Что может не устроить? Отсутствие слота для карты памяти, электронной стабилизации для видео 2К, сверхширокого модуля, наличие электронного датчика приближения. Можно еще назвать оптическую стабилизацию, но мы говорим про бюджетный смартфон. В целом, минусов мало и они не так, чтобы значительны. Короче говоря, советую. А жду вас в комментариях. Не забывайте ставить лайки и подписываться. До новых встреч!